Новая школа появится в Сарове. Образовательные учреждения на 600 мест планируют построить в 15-м микрорайоне на пустыре по улице Раменской. На разработку проекта сметной документации с бюджета города в следующем году выделят 10 миллионов рублей. На капитальный ремонт нескольких объектов образования потратят около 15 миллионов. По основным направлениям рост, так как есть расходы, предусмотрено повышение расходов на оплату труда педагогам, на оплату труда учителям, педагогам доп. образования в рамках этой программы, рост расходов на коммунальные услуги. Также в проекте бюджета заложены средства на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов. В общей сложности в следующем году на образование планируют потратить 51% бюджета города. Вторую строку в этом рейтинге занимает транспорт, лесное и дорожное хозяйство. Этому направлению с бюджета выделят 13% средств. На обеспечение наружного освещения потратят 54 миллиона рублей. По городскому хозяйству программа выросла на почти 19%. Под программой ремонт и содержание автомобильных дорог имеет рост. Это связано с увеличением расходов на содержание и обслуживание автомобильных дорог, а также с запланированными средствами на ремонт автомобильных дорог в размере 62 миллиона рублей. На строительство улицы Чапаева потратят 95 миллионов, а на участок дороги улицы Негина от Зернова до Менделеева – 107 миллионов. На содержание и регулярную санитарную очистку территорий, мест массового отдыха потратят около 7 миллионов рублей. На третьей строке расходов идет культура. На нее потратят 9% бюджета. 7% отдадут ЖКХ. Под программой обеспечения населения города Сарова качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства немного выросла на 7%. По данной программе увеличение расходов связано с разработкой схемы теплоснабжения города и обеспечением содержания тепловых сетей в случае, если не будет заключено до конца года конституционное соглашение в сфере теплоснабжения. Всего в следующем году бюджет города составит около 4 миллиардов 300 миллионов рублей. Из федерального и областных бюджетов в казну города поступит больше 3 миллиардов рублей, а также около миллиарда налоговых и неналоговых доходов.